Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Слушайте христианское радио ежедневно. И говорите об этом своим друзьям, знакомым и родственникам, которые проживают в других штатах, в других точках мира. Практически можно смотреть из любого места интернет. И также вы можете смотреть нас на ваших телевизионных принимающих устройствах, телевизорах посредством картины ТВ и Року ТВ. Сейчас вашему вниманию предлагаю следующую программу. Это передача «Наследие», которая идет в открытом радиоэфире. Вы можете участвовать, звонить к нам по телефону Эрик от города Сакраменто 916, телефон 429-7635. Также можете воспользоваться скайпом. Имя в скайпе iBratTV. Итак, приветствуем вас, братья, и внимательно слушаем вас, всем, кто сейчас настроен на эту волну. Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиопередача «Наследие». Я радуюсь, что Господь услышал голос мое, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и по этому буду призывать его все дни мои. И об этом написал апостол Давид, это еще многое, наверное, времени, этот один из псалмов. Наверное, еще писали перед ним, ну, этот псалом, который, наверное, остается для многих людей, и его услышал Господь, он возрадовался. Поэтому, действительно, я радуюсь, потому что, наверное, никто не смог помочь мне в жизни, или в такой трудный момент, и царь, наверное, не могла, и, наверное, близкие твои не могли помочь, и он помог тебе, и, наверное, родители не могли помочь, не всегда. А вот, вот, Отец Небесный, вот, может быть, ты его не видел, но где ты ему сказал, он тебе помог. Поэтому это, вот так, с этого начинается наша передача, поэтому сегодня на студии, конечно, мои друзья, вот, очень интересные судьбы, и мне очень приятно, все же, видеть людей, которые, вот, что-то, где-то открылся им Господь, приезжая на свои родные места, кто-то остается дальше, ну, курить, ходить в ресторан, да, иногда помолиться, но остается по-своему человек, ну, не совсем говоря о Боге, а если что-нибудь слишком много, мне не надо это, и прочее. То есть, люди не все особенно говорят о том, чтобы больше знать о Боге, и живут такой естественной жизнью. Конечно, есть большие изменения, много церквей на Украине, в России, и поэтому это уже есть большие изменения. Ну, конечно, Бог в сердце видит, видит разных людей. Сегодня тоже прилетел у меня, приехал друг, который посещал, и посещает православную церковь, и действительно, его изменения произошли в православной церкви, и он посещает нашу церковь, служение, много чего интересуется, то есть, много что-то для себя берет, и поэтому, конечно, Господь знает, наверное, наши места, где и как позвать. И сегодня еще раз напомню, что с нами есть Игорь Багиров и Юрий, тяжелую фамилию, которого вы слушаете, сейчас ведет радиопередачу вечернюю, и люди из церкви сказали, очень, Юрий, вы ведете такую передачу, что есть что послушать, это по каких часах вы ведете, по-моему, по... В четверг, в 21.30. В 21.30, так что есть у вас, будет возможно, послушайте одну из проповедей, вот, или с учения, или тем, которые видео поднимает Юрий. Юрий, дальше у нас есть, дальше, напомню, что с нами Валерий, Валерий, как я с ним позвонил, очень интересный человек, человек доброй души, человек врач, человек, конечно, ну, я дай Боже, чтобы вот мы к 60-м такие были подвижны, как он, он мог за какое-то время в такой большой бассейн и чистить, и это вот все сделать, то есть он как врач, и как человек, знающий, сажать какие-то деревья, кусты, да, и вот выращивает сейчас птички, то есть у него цыплята, и умеет с ним посмотреть, то есть, ну, и человек, умеющий, наверное, сделать хороший шашлык, как... Поэтому вот такой он активный человек, да, и по-самому, он поймал большую рыбу, как-то с нами был, то есть, учит тоже рыбалки, вот. Человек, любящий Бога и его творение, творение Божие, это есть природа, да? Сегодня мы будем поднимать такую тему, тему, конечно, тема... А, Павел, вы скажете? Да, и нас, конечно, дополнил-то Павел, Павел, который занимается, как вы знаете, юридическими вопросами, которым вам просто, наверное, немало лет, помогаете нашим... Да, это так. Славьянам, которые, вот, попадают в разные ситуации, наверное, и вас Бог поставил там, и вам приходится, наверное, тоже бывать в этих судьбах людей, как-то... И вы просите Бога помощи. Помилости Божией. Вот, поэтому, если, конечно, какие-то советы нужны, еще раз, Павел, напомните, о чем, о чем вы, о чем вы даете помощь, оказываете, в чем? Ну, люди попадают в разные ситуации, больше всего мне нравится помогать, когда люди создают семьи, рождаются дети, решаются позитивные вопросы. К сожалению, бывают и другие ситуации, когда у людей бывают и проблемы с миграционным законодательством, и с уголовным, поэтому я, как паралегал, работаю в сотрудничестве с другими адвокатами, и мы помогаем людям, которые попали в разные жизненные ситуации. Вот, это GPI, значит, Global Prolegal Interpreting. А с другой стороны, я также возглавляю вот эту общественную организацию с любовью к детям Земли International, через которую мы помогаем престарелым, инвалидам и детям в детских домах во многих странах мира. Вот такое вот вложил желание, вложил Господь Павел, и вы это уже не делаете ни один год. То есть, я знаю, вы шлете свои деньги и пытаетесь как-то чувствовать вот эту боль, или вот это ваше служение, где кто, вот ему нужна такая вот помощь. Это тоже нужно как-то осознавать, потому что, если мне не положено, я это не понимаю, я могу вам помочь, но вот ему надо сострадать как-то. Да, я тоже полагаю, и думал о том, когда же это все-таки началось. И я думаю, что это тогда, когда Господь еще в детстве касался, и коснулся, и привел меня ко спасению. И вот тогда произошло внутреннее изменение, перемена. Я увидел в том, что я раньше, может быть, думал, стеснялся, как другие люди верующие кому-то что-то говорили, помогали, а потом это, наоборот, стало второй природой, идти и благословлять, и помогать, как это делали мои родители, мои дедушки и бабушки, и другие братья вокруг меня. Вот, и, наверное, с тех пор Господь уже это вот вложил и определенным образом коснулся, изменил мою жизнь ко спасению. Вот, наверное, вот эта удивительная тема, что как Господь удивительно индивидуально каждого спасает в разные времена, периоды, сроки, и потом, как удивительно Бог использует вот эти вот спасенные души детей Божьих для своего служения. Спасибо. Я сегодня, конечно, мы говорим о теме церкви, о теме о том, что многие все же люди очень осторожны с церковью, очень осторожны, чтобы, как я сказал уже, большое количество людей вошло в церковь, но они, увидев не совсем, возможно, себя счастливым в церкви, они ушли, или очень осторожно смотрят, или, может быть, раз в год посещают церковь, вот, и мы поэтому сегодня будем говорить о том, о том, как мы видим себя счастливым в церкви, в чем мы, может быть, принесли людям разочарование. Павел сказал, что все же в детском этом служении его, он чувствует эта радость, и это деточки слушают, и, в общем, они, наверное, растут благодаря, вспоминают где-то о вас, о чем-то добрым, и ждут. Да, конечно, по милости Божьей мы, вот, поддерживаем связь, и когда есть возможность, сами приезжаем, когда не через помощников, детям на праздник, на Пасху, значит, передали подарки, провели служение, значит, сейчас на Кавказе, в данном случае при церкви, в воскресной школе, при церкви поселка Иноземцево, Ставропольского края, вот, и также детей угостили разными угощениями, пиццами, и, во славу Господу, все прошло хорошо. И также в доме престарелом провели точно такое служение на трех этажах, куда приходила молодежь, там Василий Качанов, пастор Сиренченко Вячеслав, и другие сестры и братья. Так что, конечно, ждут и ожидают всех, и вас тоже, дорогие братья и сестры, кто служит, пожалуйста, присоединяйтесь и в помощи, и в поездках миссионерских. Сегодня также у нас есть гость из Кливленда, Игорь Багир, буквально прилетел вчера, и сегодня позвонил, и был сегодня у нас также в студии. Его служение, вот, идти в торговые центры, и прямо там о чем-то говорить, давать кому-то брошюрки, говорить о Господе. Конечно, кто-то скажет странно, это же как-то не совсем правильно, не совсем может быть это. Но почему-то у него Господь ему такое вкладывает в сердце. Я, конечно, сам иногда думаю, может быть это не совсем прилично, не совсем правильно это делается. Но вот давайте все же спросим, Игорь, почему вы так считаете, что действительно вам так Бог положил, чтобы это делать. Может быть не всегда как-то люди воспринимают, вот кто-то там надеется своей верой, или о чем-то говорит, и может быть, вот что же он стоит там. Вот, скажите, почему вы это делаете? Ну, в первую очередь хочу сказать шалон всем мир, и для меня это привилегия быть опять на радиопрограмме и вообще в Калифорнии. Это в принципе, как вы сказали, я верю, что это должна быть цель каждого рожденного свыше христианина, делиться доброй вести, с людьми, которые вокруг нас, с доброй вестью Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Иисус есть единственный путь спасения. Ну, наша главная цель – это распространять Библию, Слово Божие, потому что мы верим, что только Слово Божие может приводить людей ко спасению. Не потому что моя мама была еврейкой, но я знаю, мы знаем по Писанию, для какой цели Израиль был избран, для того, чтобы он стал светом для всех народов земли, чтобы сказать и рассказать об едином Боге, и привести мир спасителя. И это моя привилегия также, не только потому, что я часть этого народа, но просто как христианин делиться доброй вестью с людьми, которые вокруг, на улицах или на бензеколонках, в торговых центрах. И здесь мы будем иметь, если более Божие, в пятницу специальное служение с некоторыми братьями в городе Сан-Францинкска на Pure Story 9, у нас как бы шла подготовка с прошлого раза, два месяца назад, когда я был здесь, в Калифорнии, поэтому прошу просто молиться, чтобы Бог благословил, и чтобы могли встретить людей, просто рассказать им о доброй вести, потому что мы люди, мы спасать не можем, только Иисус может спасти, потому что Он есть Бог, но донести, рассказать мы можем. Ну а там, опять-таки, на все воля Божа. И как написано, горе, если я это не делаю, горе мне. То есть я верю, что каждый христианин, я понимаю, что не каждый может быть в Африке, не каждый может пойти или поехать куда-то, но я думаю, что как рожденные свящие христиане, каждый из нас, в первую очередь, своим поведением, жизнью, может показать, я ведь свет Иисуса Христа, людям, которые вокруг нас. Юрий, вы сейчас, я знаю, ведете радиопередачу, и вы чувствуете, что вы помните, вы сказали, я много делал на Украине, Господь как-то давал мне вот такое вдохновение, я получал большую радость. И я хочу просто даже, может быть, подметить, что определенные учителя вашей школы или другие люди, которые вашего города, окружения, все же призадумались, и как вы сказали, начали молиться. То есть это были какие-то изменения, возможно, было много верующих, которые ходили к адаме в церковь, но они, люди говорили, да, они выросли в таких там церквях, воспитаны в этом, но через ваше действие, вашу веру или ваши изменения какие-то начали серьезные, то есть умы людей начали меняться в богоискании. И в этом, увы, труде, как-то, может быть, именно на том месте, или ваш труд как-то закончился, и вы сейчас здесь, в Соединенных Штатах, что бы вы чувствуете в вашем сердце, вот, вот, делать, или что бы хотелось бы еще делать, или в раздуме сейчас? Большое спасибо. Вы знаете, церковь – это интересный, как говорится, Божий институт, и церковь, она действительно тогда, когда служитель может консолидировать людей, ну, вокруг себя и задействовать каждого. Каждый человек хочет быть востребованным, и каждый человек хочет быть задействованным. Когда человек чувствует надобность в себе, тогда и его жизнь меняется, и, как говорится, меняется его мышление, меняется его отношение с ближними, ну, и так дальше. Мы имели таких служителей, которые научили нас этому, и практически люди задают вопрос, почему Нововолынск уехало 95 или 97 процентов церкви, а уже на месте этой церкви, в этом городе, 3 или 4 церкви. Задается вопрос, почему? Людей научили, людей соединили, людей людям показали. И вы знаете, истинное счастье человек находит тогда, когда он отдает, когда он отдает Божью радость, когда он отдает Божью милость, когда он отдает другим людям Божье благословение, когда другие люди слышат о Евангелии, о Иисусе, что он сделал для них. Провозглашение Евангелия – это смерть Христа за наши грехи и беззаконие, его погребение и его воскресение для нашего оправдания. Потому что в этом основа всего. Потому что если бы Иисус не умер бы, извините, не было бы ни прощения грехов, ничего. Если бы он не воскрес, не было бы то же самое. Но когда мы сегодня говорим людям, людям говорится о том, что Иисус – это выход из твоего положения, в котором ты есть. И вы знаете, это одно. Человек приходит в церковь. Если человек пришел в церковь после своего покаяния, и он не задействованный, рано или поздно, в большинстве случаев, он обратно ищет дорогу назад. Или он пойдет туда, где его примут, где его задействуют, где ему скажут, что он нужный. Вот это был наш принцип на Украине. Дальше, и в анализационное служение, в котором мы были, мы делали то же самое. Обучение в семинариях библейских институтов, в государственном институте. Вот я преподавал в филиале Киевского института международной экономики и предпринимательства. И благословением для меня было то, что молодые люди слушали о Боге. Почему? Потому что на Украине ввели новый предмет гуманитарный, религиеведение. Ну и я его вел с упором больше на христианство. Практически всем студентам я говорил о том, что Иисус сделал. И как результат, несколько человек они приняли Господа. Некоторые одни в пятидесятнической церкви, одни в харизматической, в баптистской. И некоторые из студентов, они являются как бы... Одна девочка, вот читая псалмую, православной церкви. И вы знаете, я довольный тем, что люди нашли себя, и людей задействовали. А если людей задействовали, значит эти люди останутся в церкви. Ну, вы спросили, я сейчас в Америке, но я не прекращаю этого. Почему? Потому что миссия направляет преподавать на Украину. И вот зимой я преподавал в болтавской семинарии, преподавал три предмета. Здесь есть христианский колледж, то же самое. Ну, радиопередача. И вот еще забыл, что там. Юрий, вы сказали такую мысль, что каждый человек в церкви, если сидит толпа людей, то есть много, и они не задействованы, то есть они постепенно как-то вот отмирают, или просто приходит такой холодок, или как-то вы сказали, то есть они не... То есть каждый человек, он должен быть воспотребован, то есть что-то он обязательно должен делать. А каким путем он должен узнать? Или в этом пастор должен иметь откровение? Или этот человек должен искать? То есть мы построили как? Большая церковь, проповедник ждет, как мы сказали, полгода. Забыл, как проповедовать, правильно? Ну да, да. Вот смотрите, Писание, очень хорошее место. Это 1 Коринфянам 14 глава 26 стих. Я немножко на память схожу, я не буду читать. Написано, когда вы собираетесь, у каждого есть там псалом, поучение, назидание, все. То есть задействован каждый человек. И когда задействован каждый человек, тогда люди получают благословение. И эти люди обычно учат как? Хочешь, чтобы радость была у тебя постоянно? Конечно, хочу. Отдай ее другому человеку. Другими словами, брось мячик. И он ударится и вернется к тебе. Но Писание говорит, он не вернется маленьким, а вернется в 30, 60, 100 крат более. Здесь работает закон сохранения энергии своеобразно. Чем больше человек отдает, тем больше получает. Аминь. Так? Да. В нашей такой жизни христианам. А как научить людей, чтобы они, вот они, если вот кто-то там лидер, определенный говорят? Личным примером. Вот личным примером. Их наставник показывал это личным примером. Он каждого человека пытался привлечь к чему-либо. Только так. То есть не оставлял это, как вот мотным болотом. А именно очищал своей жизненной деятельностью. Приводил каждого к какой-то активности. По интересам его, по его способностям. Ну, было, очевидно, у него такое, вот заложено в нем, в этом человеке, способность видеть, анализировать и дать возможность раскрыться человеку. Юрий, вы считаете, если церковь, допустим, тысячу людей, они, люди, каждый человек может тоже найти себя в определенном служении или в определенной работе? Или как вот, вы смотрите, вот большие церкви, вот как вот создаются, значит, что-то мы неправильно делаем? Или это что-то, как вот на ваш взгляд? Или получается, что именно какой-то холодок приходит? Если люди не задействуют, возможно, это так? Спасибо за слово. Вы знаете, я знаю моих ребят, друзей, которые мне рассказывали за некоторой церкви, которые у себя не оставляют больше 100-125 членов. Для чего? Они понимают, что пастор может охватить и задействовать 100-125 человек. То есть пастор и два дьякона. Появляется больше людей, они отделяют людей и получается новая церковь. И уже две церкви работают на один результат. Получается, стало больше людей, они делают третью церковь. Благословеннее лучше иметь 10 церквей по 100 человек, чем иметь одну церковь, там, я не знаю, тысяча, 10 тысяч, где люди не задействованы вообще. Ну хорошо, люди пришли, попели хорошие песни, похлопали. Иногда кто потанцевал, кто что, все, и они разошлись. А что дальше? Вот задается вопрос, что дальше? Я был помощником пасторя Валерия Решистинского неделю по обучению. И у меня было задание сделать программу для церкви по обучению. И я начал с лидеров. Я спрашивал, какая проблема у церкви самая первая? И мне пасторя говорили, проблема одна. Раньше, когда нас было мало, мы когда ишли в Киеве, мы видели за 10, 20, 30 метров друг друга, мы бежали навстречу, мы обнимались как лучшие друзья. А сейчас, говорит, нас очень много. Ну, церковь тогда была где-то 2-3 тысячи. И, говорит, мы не знаем людей в церкви. Понимаете? Проблема. Решает эту проблему с помощью групп. И снова же, если пастор берет, как говорится, обучение лидеров групп, значит, идет благословенное дело. Вот в Ровно я был помощником пасторя у Анатолия Селецкого, благословенный пастор. И он настоял, что в церкви были группы, но эти группы были под контролем пасторя. И вы знаете, благословенный, когда только пошли группы, церковь, которая 2 года не видела ни одного покаяния, началось массовое покаяние. Почему? Потому что, во-первых, люди были задействованы раз, люди поняли, что они нужны, и эти люди теперь начали работу по евангелизацию, по обучению, по назиданию святых. И пошел результат. То есть все люди, которые в церкви, они имеют какой-то свой талант нераскрытый. Вот они просто приходят, побыли, посидели, послушали, помолились и все. И пошли, то есть они получают, их талант закрытый, то есть они не раскрывают свой талант. Господь Бог наделил каждого из нас огромными сокровищами. Но сам человек порой или стесняется, или не знает об этом, о том, что он имеет определенный талант. И вот наставник разглядел этот момент. И он просто активирует этого человека, активирует на добрые дела. Чем больше каждый конкретный сделает добрых дел, это для всех пользует. Да. Игорь, как у вас, в вашей небольшой церкви, в вашей юридической, как она? Да, у нас маленькая церковь. Опять-таки, цель нашей церкви в основном – это миссия, миссионерская миссия. Но я согласен с братьями. Почему? Потому что я верю, что каждый возрожденный человек, рожденный сущий христианин имеет, дары от Бога разные, но имеет. И цель пастора – как раз таки, чтобы действительно активировать, то есть показать, то есть работать с этими людьми, чтобы было взаимодействие, и церковь как тело Иисуса Христа, оно могло бы функционировать. И здорово функционировать, библейски функционировать. Тем более мы знаем, что это слово «кагилат» – это на еврите как «община» или «клессия», мы знаем как церковь. Она должна функционировать обязательно. Примеры жизни, чисто медицинские. Взяли человека, положили ему гипс, ну, на месяц, так? А потом его сняли. Рука не работает, возникает контрактура от неактивности. Так и каждый из нас. Если он неактивен, у него возникает контрактура. В голове его, в делах его и так далее. Мудрый пастор знает, как активировать конкретного человека и помогает всячески ему. И еще хочу добавить, это командная работа, в принципе, потому что не каждый может быть как бы в нападении или в защите. Я уже сказал, что это разные дары, поэтому цель – действительно командная работа, но чтобы эта работа велась… Коллективный труд. Коллективный, да. Коллективный труд, чтобы все же эта работа велась, чтобы церковь могла действовать, чтобы действительно было благословение, тем более в эти оставшиеся, оставшиеся время, которое у нас есть здесь, на земле. Юрий, вы почувствовали конкретно, что вы должны быть проповедником или евангелесным. То есть у вас, вам дал Господь это желание, но не всем оно как-то, вот оно вот проникло. То есть вы хоть в это едете, какие-то делаете евангелизации. То есть желание вот это сделать, то есть это у вас внутри горит, это также, наверное, вы тоже мессионер. Что это такое? Просто не все, и, наверное, Господь вас призвал. Вы сказали, что у вас лучший друг, который привел в церковь, который вас привел, он до сего времени не может, вот как-то говорить, Юрий, мы не можем с тобой пойти и попить пиво, или как? Правильно, как вы сказали? Нет, просто он, когда я покаялся, он сказал, Господи, какого я друга потерял? Ну, я просто отвечу на ваш вопрос. Понимаете, когда ребенок маленький, и, ну, пятью чувствами он старается определить этот мир, это одно, но ребенок растет. И когда ребенок растет, у него появляются какие-то здоровые уже желания, что-то появляется другое, ребенок начинает осознавать мир, ну, у него появляются свои приоритеты. Так же самое в церкви, люди приходят, и пастырь, ну, я считаю, как духовный отец, он должен сделать так, чтобы этот ребенок, ну, рос, и рос в определенном направлении. Вот сейчас в Сакраменто приехал, ну, мой бывший пастырь, Александр Дудик, довольно благословенный человек, и человек, который сумел в церкви разглядеть и активизировать людей. И понимаете, то, что отличало Нововолынские церкви, они никогда не были пассивными. Никогда. Во времена советской власти они были всегда активные. И если посмотреть, церковь была 900 человек до где-то примерно отъезда. Большая половина из них это были люди с мира. Это были бывшие шахтеры или шахтеры, которые работали в шахтах. Самая трудная работа. И снова же, это огромное благословение. С другой стороны, вот мы сидим сейчас благословенные братья, я бы, например, хотел бы услышать проповедь благословенного брата Павла, именно юридические вопросы. Почему? Потому что в Библии есть очень много такого, что люди больше понимают, ну, понимают больше юристы. Взять благословенного брата Валерия, он врач, я бы хотел бы услышать проповедь медика по медицинских проблемам, которые есть в Писании. Мы немножко с Игорем изучали иудаизм, и я знаю очень много того, что может помочь здоровью человека, если мы заглянем в Библию и правильно посмотрим на это. Дальше, Игорек, благословенный брат, он может много рассказать, говорится, о Писании, о других вещах, он может много рассказать о евреях. Славик, вы можете рассказать многое, ну, извините, как человек, который имеет свой бизнес, все это есть в Библии. И вы знаете, комплекс этого всего, это, знаете, как алмаз, который выблескивает пятьдесят одной гранью. И все находят радость, и все находят благословение, и все, как говорится, греются у одного Божьего огня, и назидаются друг от друга. Хочу еще такой вопрос задать, Юрий. Вы знаете, когда вы были здесь, как-то, вы сказали, что вы один человек, который пытался поссорить все конфессии, тот субботник, тот яговист, тот пятидесятник, тот баптист, и все старался посмеяться, или у вас настолько хватило мудрости, чтобы вы могли найти какие-то рычаги или мосты, то есть понимание этих определенных людей, что этот человек, вы со временем сказали, покаялся, и, в общем-то, откуда у вас такое, что вы можете принимать любых, как-то вот другие конфессии, и харизматов, и пятидесятников, и баптистов, и вот так. Это тоже, откуда-то у вас пришло два минуточка. Вы знаете, дело в том, что Христос нас принял такими, как мы есть, и на каждого верующего влияют, во-первых, церковные постановления, дальше, общение, в котором он есть, ну, я не знаю, если человек верит немножко не так, как я верю, но, извините, Иисус принял и его, а если Иисус принял и его, какое право я имею сегодня не принимать человека или говорить что-то плохое? Я наоборот, я ему скажу, давай, у нас с тобой есть очень много, что нас соединяет, давай будем говорить об этом. Да, согласен, Юрий Исламин. И действительно, Господь вот так вот повел, и даже изначально, когда церковь Христова организовалась, когда, я вспоминаю ситуацию с Филиппом, когда Господь Филипп воздействовал и послал к Евнуху проповедовать такие вот яркие вещи, но также, я бы хотел обратить внимание, что, а что делать тогда людям, ну, более простым, которые, например, швей там, или строители, еще, чем вот они могут именно в церкви служить, может быть, организуясь и в группы, идти и посещать нуждающихся, может быть, кому-то пойти отремонтировать, может быть, крышу где-то протекло, потому что не все же, не все члены в Церкви Христовой материально хорошо обеспеченные и стоят хорошо на ногах, вот, может быть, как-то тоже вот это задействовать. Ну, мы продолжим, наверное, эту тему в следующий раз, это уже наше время ушло, и я благодарю всех. Спасибо. Я хочу минуточку уделить внимание. Все? Время. Вшаломно. С миром, с Богом, благословением. Боже благословением. Благодарим за внимание. Все в том. Твой сын последует твоему примеру, а не твоим совету.